В Союзе ветеранов не станет векциях. На сегодняшний день 368 человек. И с каждым годом нам все тяжелее и тяжелее заниматься этой работой, потому что государство не финансирует это предприятие, организацию. Никаких субсидий или какие-то другие льготы не предоставляется. И мы со своими всеми силами, чем мы можем, оказываем помощь ветеранам, которые есть, которые нужно отправить в последний путь. И это очень сложно, потому что есть некоторые, которые нет родителей, нет жен, нет детей. И приходится самим это делать. Но мы не сдаемся, мы только идем вперед. И сегодняшний мероприятие, которое было организовано, спасибо Ренату Георгиевичу и всей примарии нашего города, о том, чтобы они откликнулись на нашу просьбу. Учитывая, что все-таки 40 лет прошло с того момента, когда началась эта война, которая взяла много здоровья у некоторых ветеранов. Многие остались, некоторые остались на поле боя, кто-то стал валидным по жизни. Но это боль в душе. Но мы уверены, что мы идем по правильным пути. И уверен, что у нас еще сюрпризы в этом году еще будут. В августе месяце уже подписан контракт, с одной стороны, со скульптором, который изготовляет памятник. Памятник будет в этом году, я думаю, что это будет во 2 августа, где он десантник будет установлен на бульваре именевском. Кроме этого, есть еще одна идея, которую я пока не могу сказать, но она тоже произойдет осенью. Мы должны с ребятами, которые северные регионы, мы должны собраться и принять это решение. Если она удастся, то это будет очень большой успех для этой организации. Еще раз докажем, что память о наших героизмах, которые мы проявили в Афганистане, остается вечной. Мы сегодня собрались, чтобы отметить 31-й годовщину вывода советских войск из Афганистана. Естественно, и на связи с тем, что сегодня к нам в гости приехал ансамбль ВДВ «Голубые береты» из Российской Федерации. Конечно, собрались все афганцы, чтобы поймут те, которые погибли на поле боя. Естественно, чтобы вспомнить друзей, которые сегодня рядом с нами. И также передать наши пожелания молодой поколению о том, что патриотическая работа от Союза ветеранов в Афганистане Республики Молдова продолжается, и будем работать в этом направлении. И остается, чтобы не только Союз ветеранов в Афганистане Республики Молдова и города Бельца работали в этом направлении. Конечно, была и программа, государственная программа, которая могла бы дать соответствующий толчок в этом направлении, для того, чтобы наше поколение знало о том, знало о своих героях, знало о том, какие воины были, где участвовали и так далее. Тревожит то, что мы уже не в том возрасте, в котором тогда были. Так, ну, и так тревожит то, что государство мало уделяет внимания вот этой категории людей, которые поиграли. Конечно, тревожит тем, что уходят ребята, уходят в связи с болезнями, полученных ран на поле боя. Конечно, нас обеспокоит это. Но самое главное, что государство не беспокоится о ветеранах. не беспокоится о их здоровье. Нет конкретной программы для того, чтобы улучшить жизнь ветерана. Это самое плохое. Остальное мы можем. Мы все объединены в одной организации. У нас все под контролем. У нас все... Когда есть руководитель, тогда есть исполчен. Если нет руководителя, конечно, каждый бросается куда может. Вы знаете, у нас, ветеранов и Украины, так и в Молдавии, очень много общего. И это общее действительно мы храним и бережем. Наша организация очень серьезно занимается такими моментами, как социальная помощь ветеранам. И особенно мы трепетно относимся к увековечению памяти воинов-грационалистов, погибших в Афганистане. Примером это нам может сказать то, что за два года, в преддверии 30-й годовщины в Украине, и 40-летие ввода войск в Афганистан, на всех учебных заведениях в Афганистанхово установлены на реальные доски в честь тех ребят, которые погибли в Афганистан. Это более 50 школ и около 70 человек. В Афганистане есть школы где-то 4 человека. В этом году у нас в Харькове, точнее в декабре 2019 года, была презентация книги памяти, которая посвящена также погибшим воинам в Афганистане. Она рассказывает о харьковчанах и жителях Харьковской полиции. Мне очень приятно отметить тот факт, что наш Харьковский городской союз ветеранов Афганистана очень тесно сотрудничает с ветеранами Молдовы, в частности города Берец. Я также являюсь директором Харьковского международного творческого фестиваля «Солдаты мира» 21 века. И та делегация, которая приезжала с Молдавии, конкретно с вашего города, это действительно украшение было нашего фестиваля. И два года подряд ваши земляки стали победителями гран-при нашего фестиваля. Мы надеемся, мы уверены, что наша дружба, наше сотрудничество будет продолжаться. И перед нами спасибо.